ну вот я приехал в цюрих а в цюрихе это у меня вот такой вид из окна гостиницы ха-ха шикарный какой-то внутренний дворик сам номер малюсенький но правда очень такой симпатичный все такой чистенькая новенькая стоит кровать телевизор работает между прочим с русскими каналами вот есть стол но ванная комната конечно шикарная вообще как всегда тут в европе вот собственно вся комната так все очень красиво отделана кстати я подумал подумать вот не знаю как этим пользоваться не кран а произведение искусства прям какой-то это тут такая небольшая смотровая площадка на холме линденхофф холм небольшой такой маленький невысокий но зато очень хорошо открывается панорама на речку на город ахи красиво конечно ничего не скажешь а там в далеке альпы вот когда идешь вниз по линденхофф штрассе то видно церковь святого петра они расположены самые большие часы в европе что-то там 8 метров в диаметре вот эти часы просто площадь в центре такой перекресток большой оживленный вот одна улица уходит другая улица уходит вот с позволения сказать при эти улицу уходит да ну дела даже табличка есть это с другого берега реки церковь святого петра вот так вот справа с большими часами сейчас уже солнышко вышло хорошо стало то было пасмурно бегут сейчас я пойду хорошо а речка кстати называется лимат и кстати довольно чистая вода в этой речке на удивление сейчас покажу пожалуйста посмотрите сколько здесь глубина метра два наверно все дно видно я сбежал на гору утель утельберг не помню точно как называется здесь такая смотровая площадка и панорама города открывается так с высоты этот город большой оказывается а когда внутри находишься кажется что маленький это соответственно цюрихское озеро а на горизонте альпы но вот что то есть у нее непонятная какая-то тропинка такая насыпь как бы чем еще высокая несколько десятков метров вон туда пропасть и вон туда тоже пропасть зачем интересно так сделали ну не само же оно так получилось ребро такое странное